МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько человек стали жертвами стихии. Мощные потоки воды и грязи повредили дома и автомобили. Из-за размытой почвы происходили оползни. Часть людей была вынуждена перебраться в приюты. Для соседней Колумбии сезон дождей в 2022 году оказался одним из самых катастрофических за последние 8 лет. В 130 муниципалитетах объявлено общественное бедствие. В результате наводнений жизни лишились более 200 человек, разрушены тысячи домов, сотни дорог и мостов. Значительная потеря урожая поставила местное население на грань голода. В ряде регионов Африки люди также продолжают страдать от последствий наводнений. Так, в 12 районах Эфиопии более 185 тысяч эвакуированных жителей находятся в крайне бедственном положении. О ситуации в других странах континента подробно сообщалось в предыдущих выпусках. Индия. Конец октября-начало ноября 2022 года. Сильные дожди обрушились на Чиннай и другие районы штата Тамилнах. Большое количество осадков привело к затоплениям и внезапным наводнениям в некоторых частях столицы штата и близлежащих районов. Мы сейчас остались без еды и воды. Мы платим все налоги. А теперь они еще повысили тарифы на электроэнергию. Мы будем рады, если правительство сможет что-то с этим сделать. Вода не должна застаиваться здесь. Они должны принять необходимые меры. Наше существование зависит от работы. Но как мы можем ходить на работу в таких условиях? Если идет дождь, то вода уходит только спустя две недели. Это осложняет нашу жизнь. Из-за застоя воды в наших домах заводится много насекомых. Если отключат электричество, то даже машинам скорой помощи будет трудно проехать по улицам в экстренных случаях. Согласно новому отчету Центра науки и окружающей среды об экстремальных погодных явлениях, более 88% времени в течение 2022 года жители Индии были свидетелями экстремальных погодных явлений. В отчете представлен сезонный, месячный и региональный анализ природных катаклизмов и связанных с ними потерь и ущерба. «Мы наблюдаем явное увеличение чистоты и интенсивности экстремальных явлений», заявила генеральный директор Центра науки и окружающей среды Сунита Нараин. «В течение 9 месяцев этого года в Индии почти каждый день происходили стихийные бедствия. От волн, жары и холода, циклонов и молний до проливных дождей, наводнений и оползней. Потери и ущерб были занижены», — говорится в сообщении. «Узнай о выходе из климатического кризиса» 12 ноября 2022 года на открытом международном онлайн-форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова